творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли затем салман макту сайт читаю отрывки из книг из книги тайна ронда бэрн тайна для жизни они у дональд волш писатель и лектор международного уровня и духовный послание обратите внимание как написано и духовный послание на небе не то школьной доски где бога прописал ваши цели и смысл вашу жизненную миссию нет доски на небе которая говорит не у дональд волш симпатичный парень не жил в первой половине 20 21 века а потом пустота и чтобы понять почему я здесь что я здесь делаю а надо всего лишь найти некую доску и выяснить что бог для меня придумал бог действительно думает обо мне на доске но доски не существует первый раз знаете вот были у меня книжки они на него дональда волша вот на что то что он духовный посланник читаю интересом впервые а по этой книге а снята на снятом фильм секрет таким же названием секрет я его загружала на мою страницу вконтакте татьяна салманова через дефис мактона сайт будин через дефис давайте посмотрим дальше так что ваши цели и смысл вашей жизни таковы какими вы их считаете ваша миссия в том что вы придумаете для себя сами ваша жизнь будет такой какой вы ее создадите и никто не станет вас сам в этом нужно за это судить не сейчас не потом вам выпало заполнить доску своей жизни всем чем вы захотите если вы писали ее тяжелыми событиями прошлого сотрите все прошлое которое не помогает вам не работает на вас и будьте благодарны что оно помогло вам добраться до этого места и до нового начала перед вами чистая доска и вы можете начать заново прямо здесь прямо сейчас обрести радость и живите ею обретите радость и живите ею джек здесь книжка хочу сказать начинается 1 глава тайна для жизни и здесь так скажем от автора от автора очень мало здесь в основном здесь в основном приводится как говорится слова цитаты это так скажем я понимаю ронда берн нашла учителей которые знают тайну вот и вот она пишет джек кэнтл так мне потребовалось много лет чтобы добраться до этого понимания ведь я выросла в убеждении что должен жить определенным образом иначе бог будет мной весьма недоволен когда я по-настоящему осознал что моя основная цель чувствовать радость и жить в ней я начал делать только то что приносило мне радость у меня есть поговорка если что-то не нравится не делай этого видите как джим кэнтл начал делать только что только то что приносило ему радость великолепно правда так дальше нил дональд волж радость любовь свобода счастье смех вот что такое жизнь если вы испытываете радость отчаться медитации ради бога делайте это если вам больше вас больше радует бутерброд с колбасой займитесь им джек кэнтл когда я глажу своего кота я радуюсь когда я гуляю на природе я радуюсь я хочу постоянно пребывать в этом состоянии когда у меня получается мне нужно делать лишь одно стремиться к тому чего я хочу и оно появляется в общем делать то что доставляет радость и думать о том что хочет и к чему он стремится делать то что доставляет радость и думать о том к чему стремиться и это быстро появляется вот так вот джек кэнтл пишет делайте то что вы любите что приносит вам радость если вы не знаете что вас радует спросите себя в чем моя радость и это только вы найдете и почувствуете закон протяжения обрушит вашу жизнь лавину приятных вещей людей обстоятельств событий и возможностей только потому что вы излучаете радость а Джона Хагелин счастье действительно является топливом успеха будьте счастливым сейчас радуйтесь сейчас это единственное что вам надо делать если из всей книги вы вынесете только эту идею вы поняли большую часть тайны Джон Грей все что радует вас притягивает еще больше радости сейчас вы читаете эту книгу вы притянули ее в свою жизнь и выбор за вами захотите ли вы ее принять и использовать если она поднимает вам настроение пользуйтесь на здоровье если нет просто оставьте ее найдите что-нибудь другое что обрадует вас что отзовется в вашем сердце это страница 195 книжки Ром де Берн Тайна с вами я такая волшебница такая сказочница мы же читаем книжку тайну с вами я волшебница Татьяна Салмановна Макту сайты Знание Тайны передано вам и только от вас зависит что вы с ним сделаете какое какое бы решение вы не приняли все будет правильно воспользуетесь вы этим знанием или нет это ваш выбор свобода выбора всегда за вами ах в Петербурге облачка 33 если вчера было в Петербурге 32 градуса то сегодня в Петербурге я посмотрела на Яндексе а какая была жаркая ночь ах это жаркая ночь а какая была жаркая ночь вот вообще завтра или послезавтра погода на Яндексе показывает дождь ну и сейчас уже солнце солнце зашло за облака на 33 в Петербурге нужен здесь наверное знаете здесь 33 не так вообще хотя последние годы погода так можно сказать жарит в Петербурге жарит как же там назывались в Петербурге где-то мы ездили на пятидесятилетие вместе с пыринами родителями Дональдом и Стеллой отмечать их пятидесятилетие совместной жизни вот как же назывался Хилтон Хэд ну да Хилтон Хэд там в этих реках водятся крокодилы ну а чем не экстрим сели в лодку и можно встретить крокодила ну я не знаю может мужчины пошутим когда мы сели в Петербурге в лодку такая лодка она знаете еще такая маленькая так качается мужчина который проплывал на лодке нам навстречу сказал что там он видел этих крокодилов затем Хамбану сказала Петербурге чтобы срочно причаливая срочно причаливая срочно причаливая так вот мы там с Перри ехали на машине да откуда мы взяли машину может ее арендовали ну это была машина точно просто я даже в Таиланде но я была в сезон дождей я даже не поняла ауди говорят сезон дождей я такого ливня не видела никогда это тропический лив вот мы там ехали с Перри в машине и там был такой дождь что вот эти вот как это называется дворники которые спереди вот этой вот машины очищают вот этот когда дождь идет эти дворники включаешь в машине и они вот эту вот воду вот эту вот то есть на самой большой скорости вот эти вот штуки которые должны в общем помогать от снега от дождя они даже не справлялись потому что был такой тропический ливень что он таким потоком шел что эти можно было только припарковаться ну да представляете вот бывают вот такие вот дожди что если вы например на нити или куда-то поехали выехали так что вот и вдруг такой тропический ливень вам нужно стоять и ждать когда это тропический ливень это по-моему 11 раз на Бали ну вы как-то на Бали под дожди не попали и в Таиланде как-то дождей я не помню а вот там Хюбенхэр да я еще помню там столько воды налилось а у меня там у меня такая обувь такая эксклюзивная я говорю перри говорю а что же здесь надо какие-то что-то такое резиновое или что-то такое на какую-то подушку потому что это просто знаете просто такая течет там понимаете вот вода просто по этим как называется какая-то обувь там какая-то другая обувь вот это вот мы пошли в магазин но правда у них там эксклюзива особого не было он такой вот и пруф немножко на каблучке то есть в принципе Татьяна Салмана смогла найти галоши вот и пруф на каблучке ну да так что вот так что вот ну а что там интересного там дом был большой там был дом большой и перри его арендовал вот там скидывались я не знаю даже да там я понимаю что там точно не могу сказать там скидывались потому что там была и перри на родители были и вся семья была и Дональд и Стелла и их три сына и перри и Эрик и тот и младший их остын тот там с женой Тиной и с двумя детьми с двумя или тогда половиной с двумя детьми и Эрик был с Леной и со своими детьми от первого брака подростками с мальчиком и девочками а еще была пожилая пара ну это тоже родственники и Стеллы и Дональд так что представляете как у нас было много у каждого там было по спальне какие-то такие домы ну там, знаете вот типа снимаешь деньги знаете в плате и вот такой вот дом посмотрите у каждого там было по спальне у каждой семьи по спальне ну мы с Перри были спальня с отдельным туалетом ванной такой большой двухэтажный дом А что там было интересного? Ну, там этот океан или что там такое вот это вот. Ну, я бы не сказала, что там что-то супер в этом океане. Я, в общем, вот, обнаружила, что там загорать можно было. Вот это, ну, да. Или рядом с домом, там был бассейн, что такое типа бассейн, бассейна там не было. Не, там он был бассейн, что-то по типу бассейна там было. Такой патио, патио было. И спуск, спуск вот к этой речке. И напротив были шикарные дома. И такие двери, которые, знаете, вот это вот раскроешь. Знаете, вот так вот, снимешь такой дом, не узнаешь вот так вот про крокодилов. Будешь там в этом доме принимать душ, например. Откроешь, чтобы все это правильно. Ходила, наверное, на кондиционер. Откроешь вот это вот. Знаете, как первый этаж, эту дверь такую вот эту вот раздвижную. Откроешь. И, наверное, крокодил может в спальню прийти. Такой, hello, guys. Я не знаю. Татьяна Салмана не знает. Возможно, этот мужчина пошутил. Вы там узнаете. Но я вам советую, если вы решите посетить Хилтон-Хэд, сначала вы там вот узнаете, водится ли правда там крокодилов. Или мужчина тот пошутил. А он сказал так, что если поедет туда, там крокодилица то ли с яйцами, то ли с маленькими крокодилами. Вот. Поэтому она опасна. Ну да, что-то в этом роде было. То есть получается, что, в принципе, крокодил, ну, в общем, она, в общем, если что, она будет вот это охранять. Вот. Перевернет эту холубку вот эта лодка. А лодка там такая была на причале. Я таких лодок не видела. В нее садишься. Знаете, а такая лодка, я на таких лодках, я вообще редко на лодках каталась. Знаете, такая скорлупка. Вот садишься. Мы двое сели в эту лодку с Перри. Она такая низкая. Там вот сидишь и вот столько вот до воды вот этой. Она вот так вот едет и чуть ли не вот эту воду вот эту. Если там, знаете, большой крокодил вот так хвостом, вот так вот хвостом сделает, это лодка просто перевернется. А, он, наверное, сказал, что вот там, откуда он плывет, он там видел, наверное, вот эту крокодилу с маленькими крокодилчиками. поэтому это может быть опасно 1 одно дело конечно если бы там на маленькой вот этой яхте туда на эти вот такие маленькие я так и знаете там когда мне было лет 26 уже такую вам это шо 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 я скажу историю шо вы там с мужчиной знаете где-то мужчины познакомились мужчины на улице здесь петербурге там автостоп ехали у нас пригласил на яхту хотите вот это на и в яхт клуб на яхту нам гадал по руке такой умеет в руке а знаете что он татьяне салманова нагадал по руке он так смотрел на мою руку смотрел смотрел он сказал что я была тогда татьяна юрьевна он мне сказал что я сама всего достигну он имел ввиду успех как было то как давно мне было лет 26 27 мне уже 49 вот исполнил 20 числа 20 июня вот мне исполнилось 49 лет мы не будем отвлекаться да мы не будем отвлекаться на радость и что выставляет радость ну просто немножко отступление просто вы понимаете вот если вы едете в японию хорошо бы как там хотя знаете я как-то вот так вот даже когда в таиланд а где было посмотреть если у вас интернета нету раньше какие времена были понимаете мы из советских времен волшебный она из советских времен раньше не был час за интернете посмотрел по поводу крокодилов что там это в банкок если едешь в японию там китай какие-то обычаи понимаете как вот можно махать там руками как лучше не махать если это экзотически какие-то или страны или острова вот а раньше где это это только идти идти в книжный магазин понимаете спрашивать ну дайте мне книжку попуа новая глине а как вообще там себе вести вряд ли они могут дать вам такую книжку или библиотеку научную библиотеку знаете где-то наверное ехать раньше другие понимаете раньше как говорит татьяна черенковская раньше эту информацию как говорится дефицит информации вот а сейчас как она сказала на своем видео даже по ее тематике понимаете вот мозг она изучает она профессор она говорит выходит столько статей научных научных она говорит что она чисто физически даже те хорошие статьи которые пишут на эту тему она чисто физически их не прочитать а если может быть как-то и очень сильно постараться то их нужно не просто почитать их нужно обдумать она сказала сейчас столько информации привела в пример вот свой самчик в котором она специалист она говорит столько статей научных которых вот надо надо бы прочитать надо но чисто физически это невозможно сделать вот мы живем она говорит вот ворвались в этот новый век информации интернета вот мы какие-то вот это вот отбрасываем что-то такую какую-то шелуху да а вот даже такая вот тематика что быть в курсе понимаете быть в курсе новинок что так скажем вообще знаете что татьяна черниговская сказала занимаясь вообще в общем как говорится мозгом и в общем она сказала что вряд ли она говорит если вам кто-то скажет она говорит совершенно не изученная очень мало изученная область если вам кто-то скажет что в ближайшие 10 или 15 лет это будет хоть как-то изучено не хоть как-то а вот что это будет там изучено как же она сказала ну вы лучше посмотрите я там загружаю ее лекции как так сказать она как-то вот она говорит ну вы поняли да она говорит не верьте потому что это изучают уже давно и это такая область непознанная но изучают очень многие институты очень многие институты мира это изучают вот и она сказала что это очень дорогостоящее занятие вот очень большое на это тратится финансирование и те институты я так понимаю в основном это конечно наверняка американцы потому что которые могут американские понимаете институты научно-исследовательские институты знаете которые могут себе позволить там выделяют знаете гранты вот такие исследования она говорит очень затратная вот и изучают она где есть конечно поскольку это изучается вот да но это очень очень дорого стоит так она и сказала правильно я ну вот вы послушайте послушайте ее лекцию какая-то лекция была с картинками это знаете такая была она говорит экспромт она говорит она в общем она говорит буду сейчас экспромтом я говорит у меня лекция экспромтом вот картинки картинки на эту такую штуку на этой на бэкграунд и вот она об этом вот говорила не всю лекцию когда там вчера я слушала ее хотя я два раза слушала эту лекцию вот очень интересно очень интересно она она в общем говорила и говорит вот такая система вообще как там вот где какая информация вообще вот а вот что она еще сказала про ворон она сказала что кого же она привела в пример она сказала что ворона птица ворона у нее настолько развит мозг по сравнению с другими птицами да она с птицами сравнила что птица ворона может делать такие вообще как это сказать решать задачи правильно я сказала решать задачи ну вот что это такое вот понимаете она не привела пример она имела в виду наверное в любом случае по сравнению наверное с другими с другими птицами и что то еще такое она еще интересное сказала что то у меня такое я опять ноутс не делала я так это знаете просто вот лежала и вот это вот слушала ее лекцию и думаю вообще интересно интересно она говорит вот еще что она вот что сказала что меня очень там привлекло в этом она говорит когда мы читаем книгу когда человек читает книгу мозг мозг не делает различия он не понимает происходит ли это в реальности или это книга вот она говорит такие переживания понимаете происходят в мозгу правильно я говорю как то вот ее как она это сказала ну я как то с вами словами вам дождик дождик пошел представляете в петербурге пошел дождик как хорошо как нужна прохлада ах тут она сломала она так рано такая жаркая ночь была вот то есть когда человек читает книгу в общем человека могут захватывать такие эмоции он может радоваться смеяться или плакать точно так же как происходят реальные события и понимаете вот и не производит различия вот но поскольку это такая очень интересная очень такая очень такая тема я своими словами сказала я предлагаю вам еще так это кто это более интересует конечно послушать лекцию Татьяны Черниговской вот ну или не знаю я загрузила эту лекцию ну на ютубе можно это вот она в принципе я смотрела ее ну много несколько и несколько смотрю я периодически ее лекции она просто повторяется потому что она как бы на эту тему говорит конечно моменты она как бы повторяется вот просто это навлекло меня на очень хорошую в связи с тем с тем что я изучаю позитивное мышление смежной науки я изучаю позитивное мышление с 2002 года хорошо в общем к радости давайте книжечки потому что это знаете вот бестселлер книга бестселлера фильм вообще просто в топе в топе потом сразу там знаете вот это вот на американское шоу то есть это вообще книга бестселлер фильм бестселлер фильм бестселлер Рон де Берн в общем на самом деле это вообще сколько здесь продано экземпляров это даже вам не Наталья Правдина и в общем эта книжка этот фильм он ворвался понимаете как то вот это это международную не знаю там в американскую в общем это он просто ворвался бестселлером понимаете эта книга просто бестселлер так что вот вот такие вот дела это 28 минут позитива а такой дождик легкий такой вообще такой не знаю такой просто вообще такой совершенно маленький дождик прошел так я смотрю потому что такой дождик даже не знаю что это было может это что-то там ну и небольшой вообще совершенно такой совершенно такой вот 28 минут позитива со мной Статьяна Салмановна Макту сайфами 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 ее